Добрый день дорогие друзья! В очередной раз в уютных стенах отеля Бристоль я хочу для вас приготовить интересную встречу. Я пригласила сюда необычного человека. Все мои герои необычные люди, потому что моя авторская программа «Достояние Одессы» рассказывает вот о тех героях, о тех людях, можно назвать их вполне героями, на плечах которых держится Одесса. Это люди тела. И в череде этих удивительных дел есть люди, которые в Одессе очень любимы. Это врачи. И гость моей сегодняшней программы Дмитрий Малерчук. Дмитрий Малерчук, заведующий отделением урологии, дорожной больницы, государственного предприятия «Одесская железная дорога», врач-уролог высшей категории. Родился в Одессе в семье врачей. В 1990-м Дмитрий поступил на лечебный факультет Одесского государственного медицинского университета. По окончании интернатуры по урологии на базе областной клинической больницы с 1998 по 2003 год он работал ординатором урологического отделения в этой же больнице. 2003 по 2014 Дмитрий Малерчук – ординатор Центра эндоскопической лазерной хирургии и станционной литотрепсии Дорожной больницы Одесской железной дороги. Дмитрий Малерчук – активный член Оргкомитета Европейской школы урологов, участник съезда Ассоциации урологов Украины. Руководимым им урологическом отделении Дорожной больницы ежегодно выполняется около 600 высокотехнологических операций. Подделения освоены и широко внедрены в практику современной технологии лечения мочекаменной болезни. Дмитрий Малерчук женат, воспитывает двух мальчиков, а еще важной частью его жизни является увлечение парусным спортом, который вносит в его жизнь спортивный азарт и бесконечное стремление к победе. Дмитрий, я должна сказать, что я знаю, что такое быть хирургом. Хирургом – это лет 10-15 учиться только. Мне бы хотелось поговорить вначале об истоках, потому что я понимаю прекрасно, что желание стать врачом, оно откуда-то живо изникло. Расскажите об этом, пожалуйста. Я вырос в медицинской семье. У меня отец и мать врачи. Мать – акушер-гинеколог, уролог, а отец тоже уролог. И, в общем-то, скрутясь с детства в этой среде, большого выбора, в общем-то, в будущей профессии у меня не было, потому что я с детства в этом всем находился. Вокруг были всегда разговоры о медицине, о лечении, о помощи. В урологии в том числе, поскольку папа уролог. Ну, и, в общем-то, в урологии тоже в том числе. И поэтому, в общем-то, профессия врача была практически предрешена, предопределена, да, изначально. Урология, в общем-то, получился выбор в сторону урологии. Акушерство-гинекология – это вообще очень серьезная и очень сложная специальность с колоссальными нервами, эмоциями. Работа с женщинами. Работа, да, с женщинами, ответственность за двоих, как минимум, людей, да, мамать и будущего ребенка, да. Поэтому, в общем-то, как более спокойная, более такая, ну, какая-то, может, прагматичная специальность – это урология все-таки из этих двух. Я считаю, Дмитрий, я с вами абсолютно согласна. Вот это как раз одна из профессий, которая очень хорошо признает династию. Вот можно представить музыкальную династию, можно представить врачебную династию, не очень хочется представить прокурорскую династию, не очень хочется судейскую династию представлять, как бы так вот. А вот это как раз то, что театральная династия, династическая, в самом деле, абсолютная профессия, которая, что называется, впитывается с молоком матери. Примерно так и произошло. Примерно так, да? Вы учились, конечно же, в нашем, наверняка, медицинском институте. Да, в 96-м году я закончил в Одесский медицинский, тогда еще институт. Еще институт? Он еще не был? Еще не был университетом. Вот. И, в общем-то, интернатура у меня проходила на базе областной больницы. Вот. А уже спустя, я после окончания интернатуры продолжал работать в областной больнице несколько лет. С 2003 года я перешел работать в железнодорожную больницу. И вот там вы начали... Ну, и, в общем-то, там, да, конечно, основным учителем в профессиональном плане это был отец. Это был отец. И остается, да. Вот. И, в общем-то, там, как бы, начались совершенствования. Я спросила вас, почему началась все-таки эндоскопия, потому что, конечно, вы большой специалист в эндоскопии. Мне рассказывали, что когда вы участвовали в одной из конференций, там какие-то люди рассказывали о том, что они провели 11 эндоскопических операций. И вы скромно сидели, молчали, потому что у вас на счету уже было 200. Ну, так мне рассказали. Я думаю, что это рассказывают люди, которые знают немножко вас. Я знаю, что вы скромные, не будете об этом говорить, поэтому об этом буду говорить я. Итак, эндоскопия. Вообще, вот я хочу сказать два слова. Железнодорожная больница, она на сегодняшний день, в общем-то, достаточно высоко оснащенное современное учреждение, которое может конкурировать и конкурирует, в общем-то, со многими новомодными и раскрученными учреждениями. Конкурирует в основном благодаря способности у врачей и благодаря оснащению. Много лет назад, одно из первых, наверное, тоже в Одессе, лет 20, может, больше назад, было организовано там эндоскопическое отделение. И на сегодняшний день главный врач больницы Андрей Михайлович Гуриф, он является не только топ-менеджером и руководителем, он является хирургом, который занимается хирургией и в том числе, вернее, в частности, эндоскопической. Он практикующий хирург, не просто администратор. Да, не просто администратор, а практикующий хирург и занимается, в частности, эндоскопией. Эндоскопией хирургической, хирургией и гинекологией. И он сам хорошо знает, что нужно. И вот, видимо, благодаря совпадению этих нюансов, финансирования со стороны железной дороги, знания руководителя, в общем-то, была организована очень серьезная служба. В частности, урология была укомплектована всеми возможными на сегодняшний день эндоскопическими, малоинвазивными методами лечения. И, в общем-то, на сегодняшний день основной наш, в общем-то, конек, хотя в целом в больнице оказывается в урологическом отделении вся урологическая помощь, но основной конек – это мочекаменная болезнь и заболевание гиперплазия предстательной железы. Получилось так, что основной, в общем-то, изюминка ситуации заключается в том, что в больнице сосредоточены все возможные на сегодняшний день методы лечения мочекаменной болезни, начиная с дистанционной литрепсии для разрушения камней, в основном в почках, эндоскопические операции на верхних мочеводящих путей. Ну и, в общем-то, уникальные пока на сегодняшний день для нашего города и юга Украины – это перкутанные операции при лечении крыловидного нефролитиаза. Это наиболее сложная патология. И все это выполняется современными методами эндоскопическими. Основная цель вообще эндоскопии – это малоинвазивность, то, с чего мы начали с вами говорить. Потому что, если опять-таки брать мочекаменную болезнь, то это нарушение обменных процессов в организме, и никакая операция, ни открытая полостная, ни эндоскопическая, она не лечит причину заболевания. А устраняются осложнения. И поскольку вероятность рецидива мочекаменной болезни очень высокая, то, в общем-то, на этом построен весь комплекс лечения, в том плане, что каждая последующая операция, если это как раньше было, там, 10-15 лет назад, только открытая операция, они с каждой последующей становились все сложнее и труднее и для пациента, и для хирурга. Вот. То на сегодняшний день, благодаря малоинвазивности, минимальной травмы, это достаточно хорошо переносится больными, вот, сокращает пребывание в стационаре, ну, и, в общем-то, тем самым облегчает участь пациента, ну, и, в общем-то, и хирурга тоже. Мне кажется, вот то, о чем вы начали говорить, это вот такая интересная больница, как железнодорожная, дорожная, как ведомственная, она, как бы, через себя пропускает начало вот этого реформирования, которое позволяет реально использовать все какие-то элементы страхования и какие-то элементы, в общем-то, защиты для сотрудников, как минимум, и возможность лечиться, там могут лечиться люди, которые не являются сотрудниками системы? Да, у нас, в общем-то, как вы вот тут отметили правильно, есть начальные какие-то попытки страховой медицины, и благодаря этому, как бы, изначально все железнодорожники, они являются застрахованными, и все пациенты, которые приходят к нам в больницу, они страхуются, пока это, в общем-то, на ком-то, наверное, более-менее примитивном уровне, это единоразовые страховые полюса, но, в общем-то, это позволяет лечить больных, и эти полюса обеспечивают и медикаментозно, и питанием, и пребыванием в стационаре. Это очень важно, это современная больница, которая, в самом деле, очень хорошие отзывы. Мы сейчас говорили, маленький такой был отрезок, связанный с чисто организацией дела, но я понимаю, что за всем этим стоит интереснейший, навреженнейший, инновационный, абсолютно высокотехнологический мир современной науки. И скажите, пожалуйста, потому что для меня это всегда очень интересно, я вижу будущее Украины именно в этом направлении. Вот то, чем вы занимаетесь, это будущее Украины. Когда мы берем лучшее, все, что есть в мире, добавляем к этому свои замечательные золотые руки. А я считаю, что у нас очень хорошие врачи, и я думаю, что быстро мы согласились. У нас хорошие врачи, хорошая система образования, которая долгое время формировалась. И, в общем-то, я думаю, что если мы возьмем все новое, что сейчас есть в мире, то мы сможем очень-очень, плюс, выставим грамотную, организационную вокруг этого структуру, как лечить людей. И я понимаю, что многие врачи с удовольствием ушли бы от этого карманного, абсолютно ненужного никому принципа, когда все равно все благодарят врачей, мы прекрасно это все понимаем. Если правильно выстроить эту систему, сделать ее. По-видимому, действительно, должна быть медицина страховой, потому что, действительно, особенно с внедрением вот этих всевозможных современных технологий, они все очень затратны. Конечно. Затратно самооборудование, затратно его содержание, потому что должны быть даже вплоть до техников, которые обеспечивают функциональность этого оборудования. Это компьютерные рентгеновские аппараты, это сами расходные материалы для выполнения операции, они все тоже дорогостоящие. И, конечно, должна быть... Я к тому, что это все на сегодняшний день достаточно действительно серьезно затратное. Это хорошо, что у вас такая больница в этом стиле. И, конечно, должна быть, по-видимому, более развита страховая медицина, которая должна учитывать не только, конечно, свои интересы, интересы больного, интересы медицинского персонала. Потому что, конечно, на сегодняшний день это весьма все сложно и затруднительно. И даже вот я бы хотел, ну, в какой-то степени обратить внимание на средний и младший медперсонал, которые тоже выполняют огромную... Тоже должны быть учтены. Да, они тоже должны быть учтены, да. Они должны быть и требования с каждым днем все больше и больше. И в плане подготовленности профессиональной, и в плане работы. Вот. И, конечно, это все должно быть учтено, и все должны быть... Поощрены. Поощрены. Обязательно. Как в одном из фильмов, да, таких крылатых, крылатая фраза, «Коль доктор сидит, так и больному легче». Это абсолютно точно. Итак, новые технологии. Я знаю, что у вас какой-то уникальный стол, который сразу же дает возможность видеть все, что вы делаете. Расскажите о том, как вот выстояна вся эта система. Вот я хочу... Я знаю, что сейчас можно посмотреть операцию. Буквально чуть ли не в режиме онлайн. Есть целые, целые каналы, на которых ты можешь просто видеть. А есть некоторые клиники, куда ты приходишь, и ты видишь, как операция проходит. У нас, в общем-то, тоже это примерно происходит, потому что все это происходит через видеомониторирование, все видеоэндоскопические операции. И вообще, вот мы там в крае, да, коснулись как-то с вами в разговоре, что, наверное, одна из первых специальностей, в которые была внедрена эндоскопия, это была урология. Именно урология. Урология. Специфика. Да, специфика профессии в этом нуждалась. Еще, в общем-то, в конце 18 века был изобретен цистоскоп, который, наверное, является первым эндоскопическим инструментом. И поэтому, в общем-то, сама урология изначально эндоскопическая специальность. Потому что много диагностических моментов, связанных с этим, а в настоящее время и хирургия вся, в общем-то, выполняется эндоскопически. Как это все происходит? Как это происходит? Не дай бог, тебе нужно пойти и сделать операцию. То есть вот весь комплекс всего, что вы предлагаете. Я понимаю, что это начинает исследование и заканчивается. Ну, в общем-то, как правило, на сегодняшний день все... Да, первоначально какая-то там консультация осуществляется, выполняются какие-то варианты обследования. Это ультразвуковое исследование, рентген, компьютер при необходимости. И, в общем-то, когда больной поступает в стационар, как правило, он уже обследован. Вот, значит, вот тогда в двух словах я остановлюсь на том, что, допустим, на сегодняшний момент существует это дистанционная электрепсия. Это самая менее инвазивная методика разрушения камней. Аппарат, ну так, если примитивно, то аппарат расположен снаружи. Излучаются акустические волны, которые сфокусированы в определенную точку. И под контролем УЗИ происходит наведение этой акустической волны на камушек. Как пушка-то? Ну, примерно, да. Почему-то все воспринимают это как ультразвуковые волны. Это, на самом деле, акустические волны, которые происходят наведения в основном либо под рентгеном, но в большинстве случаев под ультразвуковым контролем. Это позволяет разрушить камень на более мелкие фрагменты, которые потом самостоятельно под действием консервативной терапии, спазмолитиков, элиминируются, выходят. Это, в общем-то, метод предназначен уже сейчас достаточно четко для неосложненных камней, которые являются небольшим размером, максимально до 2 см. Следующий этап – это эндоскопия верхних мочеводящих путей. К сожалению, бывает, что какие-то конкременты, там, сантиметровые, более сантиметра, бывают более крупные, проходят по мочеводящим путям, перекрывают отток мочи из почки и нуждаются в их удалении. Раньше выполнялись открытые операции. В настоящее время эндоскопическая техника позволяет через естественные мочеводящие пути под контролем зрения, под контролем рентгена, вот на котором происходит вся операция. Да, это совмещенное, так называемое, рентген-урологическое кресло, которое совмещено, операционный стол совмещен с рентгеном, что позволяет контролировать продвижение инструмента, захват камня, разрушение, элиминацию его, выведение и так далее. Все это проецируется на монитор, и, в общем-то, в зависимости от вида анестезии, если это, там, спинномозговая анестезия, то достаточно часто пациенты лежат и, в принципе, сами, вот, как вы говорите, смотрят операцию и, опять-таки, говорят, что они смотрят канал Discovery. Причем сначала все боятся, боятся, боятся. Очень важна пропаганда. А потом сами смотрят и даже наиболее остроумные и хитрые пытаются подсказывать, куда их так надо комментировать. Мне какая-то очень интересная ситуация, когда они комментируют и видят. И главное, что ты без наркоза. Нет, наркоз выполняется. Наркоз выполняется во всех, при всех операциях. Если это вот дистанционная или трепсия, это седация, то есть вводятся препараты, которые снимают нервное напряжение, в какой-то степени болевые ощущения убирают. Если это уртероскопия, вот эндоскопическая операция по удалению камней, да, то выполняется либо общий, но тогда больной без сознания, да, под наркозом, и он не комментирует. А если это спинномозговая анестезия, то это регионарная анестезия. Грубо говоря, как опять-таки в народе говорят, замораживает половину тела, а голова может смотреть и видеть и комментировать. Дмитрий, скажите, я понимаю, что вы постоянно учитесь, и современный врач, современный хирург, вообще любой человек, который связан с высокими технологиями, он должен быть постоянно в курсе самых новых разработок. Где вы получаете эту информацию? Куда есть возможность ездить? Как это все происходит? Мы вот стараемся посещать все проходящие конференции у нас в стране, за рубежом. Россия теперь тоже это за рубежи, и, в общем-то, там большая школа эндоскопической хирургии. Раньше ездили, да? И, в общем-то, ну, до последних пару лет назад еще, да, ездили. Относительно вот тот момент, который вы говорили, относительно конференции, у нас был доклад, посвященный эндоскопической теме, вот этой уротероскопии. И, действительно, это была первая украинская конференция по малоинвазивной технологии урологии. Она проходит в Яремче по типу встреч, то есть проведение конференции с отдыхом в горах совмещен, катанием на лыжах, там, это развлекательные программы. Так, действительно, у нас там вот был один первый доклад, когда коллеги из Львова представляли опыт выполнения в Польше этих операций уротероскопий, и на своем небольшом совсем примере, а у нас был следующий доклад, где было озвучено, там, я уже точно не помню, но что-то порядка 150 или 200 операций выполнят на тот момент. На сегодняшний день это количество, как раз, очень большое, там, порядка нескольких тысяч, это точно, я вообще-то даже... Поставлено уже на определенном, в хорошем смысле, на поток, то есть отработаны методики... Методики отработаны полностью. Вот вы говорили относительно длительности этапа становления хирурга, она в какой-то степени связана с тем, что, ну, не в какой-то, а в полной степени связана, что считается, что хирург, хирург, овладевший, овладеть может какой-то методикой хирургической, в среднем это 100 операций. 100 операций. Кто-то более талантливый, кто-то менее, там, чуть больше, чуть меньше, но... Причем самому проведенным. Да, нет, это не то, что вы там посмотрели или узнали где-то в интернете или прочитали, даже в книге. Чтобы руки все пощупали. Да, должно быть наработана моторика определенная, да, все равно каждая операция, вроде бы протокол ее соблюден, и он один и тот же, но она всегда имеет свои нюансы, какие-то свои изменения. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, я понимаю, что для вас это жизнь, в хорошем смысле слова, человек, когда погружается в свою профессию и добивается какого-то успеха, а вы, несомненно, добились этого успеха. Я поэтому о вас и узнала. Я вообще очень внимательно смотрю вокруг, общаюсь с людьми, спрашиваю о новых людях, интересных людях, талантливых людях. И вот поэтому я вот получаю такую информацию. Мне же хочется говорить о достоянии, Азиасы. Я при этом знаю, что вы удивительно разносторонний человек, у вас замечательная семья, дети, жена, вы находите на все время. Вы очень такой, ну, я считаю, правильный человек. То есть удовольствие от жизни человек получает, когда он правильно все делает. Но у вас есть еще одно увлечение, я знаю, это яхтенный спорт. Немножко об этом можно, потому что мне хочется показать абсолютно разнопланового, интересного человека, который во всем умеет разбираться и делать хорошо. Да, я только единственное, что предпочитаю говорить, это парусный спорт. Это самый интересный. Да, это наиболее интересный, на мой взгляд, вариант, потому что это сочетание стихий, причем нескольких, воды, ветра. Да, вот. И поэтому это такая очень увлекательный вид спорта. Это именно спорт, это не просто путешествие, выйти на моторе, да? Да, к чему сказал, что парусный спорт, потому что моторы, это исключено, только для выхода или входа в марину. Только? Да, вот. А вообще это, конечно, только под парусами. И почему я сказал, что спорт? Потому что я, в общем-то, нахожусь в команде яхтенной, которая называется Катран. И мы, в общем-то, действительно пытаемся заниматься спортом. А удается где-то участвовать в соревнованиях? Мы участвуем во всех соревнованиях, которые проходят в Одессе у нас. И, в общем-то, там мы бы участвовали и в Николаеве, и даже в нашей команде. Конечно, это любительские соревнования, это называется соревнования среди крейсерских яхт. И даже, если я не ошибаюсь, в 2013 году проводился чемпионат Украины среди крейсерских яхт, и мы заняли первое место. Вы заняли первое место? Ну, команда в целом. Я понимаю. Да, мы заняли первое место среди крейсерских яхт. Причем, это, в общем-то, в такой наиболее серьезной категории, абсолютной по размерам категории яхт. И мы пытаемся, это уже сложнее, потому что это сопряжено с временем и с финансами, пытаемся участвовать в международных соревнованиях. Очень жаль, что не поддерживают у нас. Я считаю, что это замечательно. Когда человек что-то делает хорошо одно, то он, как выяснилось, я очень часто наблюдала за этим, он очень многое делает хорошо. Это, видимо, такая привычка вырабатывается. Все делать хорошо. Для ножа стараешься все делать хорошо и качественно. И то, что вы занимаетесь этим замечательным парусным спортом, именно парусным спортом. Сразу же вспоминаются книжки, которые в детстве ты читал. Да, это, в общем-то, реализация юношеских. Реализация юношеских, детских и юношеских. Когда там залазишь на какую-то мачту и знаешь кучу всяких названий. И это риск определенный. Это Одесса. Это море. Да, это то, что связано с морем. Это то, что связано с морем. И я понимаю, это здорово. Замечательно. Я вот не знала, например, я о вас читала, вернее, то, что смогла получить информацию, но я не знала, что вы, оказывается, победили. Ваша команда, которая тоже, в общем-то, должна быть слаженной, должна быть какой-то очень единой, отработанной. Я хочу сказать, что вот мне было очень приятно с вами поговорить. Я знаю, что если бы я начала еще о чем-то говорить, то выяснилось, что вы еще что-нибудь замечательно, хорошо делаете. Ну, это, я думаю, что мы когда-нибудь еще с вами поговорим. А во всяком случае, сейчас я поняла, что вот в Одессе есть новые хирурги. У меня много было в моей программе хирургов уже таких маститых, профессоров, которые начинали когда-то дно, и сейчас они вот достигли своего такого определенного уровня. И мне очень приятно, что ко мне я стала приглашать молодых людей. Я считаю, что вы, несомненно, молодой хирург, потому что, ну, как это еще, начало вашей карьеры, но при этом вы достигли очень многого. И я считаю, что все, что вы делаете, и ваша замечательная парусная яхта, которая ходит под парусами, и ваши замечательные дети, и профессия, которую вы выбрали, семейная профессора, династическая профессора, профессия Малерчуков, так, правильно? Ну, мы с ним так скажем, да. И Анатолий Малерчук, ваш отец, тоже зачинатель этой династии. Может быть, ваши дети захотят продолжать. Я думаю, что если они будут во всем этом, то они либо их сменными станут, либо хирургами у них тоже не особенно большой будет выбор. Я шучу, но тем не менее это так. Я хочу сказать, что у меня есть такой рейтинг, он называется «Достояние Одессы». Это вот о тех самых атландах, на плечах которых держится Одесса. И вот вы, как никто другой, держите Одессу, спасаете жизни людей, делаете их здоровыми. А здоровый человек – это активный человек. Это человек, который будет любить Одессу, он не будет, и будет развивать наш город. Я хочу сказать, что вот Дмитрий Малерчук является настоящим достоянием Одессы. Вот такую вот констатацию я сделала, и вам ее дарю. И иногда вы будете наблюдать на стене висящую эту констатацию. Спасибо большое. И вам будет, может быть, приятно. А мне приятно было это сделать. И рассказать сегодня об удивительном человеке Дмитрием Малерчуке, из потомственных хирургов, урологов. Человек, который помогает сделать вашу жизнь лучше, избавляет вас от боли. Потому что прекрасная профессия хирурга, профессия соседателя, профессия человека, который спасает вас от боли. Всего вам доброго. До новых встреч. Удачи. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова